Ну, начнем. Значит, у нас план такой на сегодня. Мы с вами договорим про решающие деревья. Мы, напомню, разобрались в тот раз, как выбирать предикаты, но не разобрались с тем, как в целом строить деревья. Там что-то про жадный алгоритм я начинал что-то вам говорить, но только начинал. Потом мы поговорим про категориальные признаки. Вы просили в прошлый раз, чтобы я про это рассказал, вот расскажу. И потом начнем разбираться с композициями. Ну, как мы выясним там где-то в середине лекции сегодняшней, решающие деревья – это полная ерунда, и они могут плохо работать, и у них там куча плохих свойств, но при этом они довольно мощные. И вот композиции – это как раз способ исправить деревья и сделать из них что-то очень мощное, очень работающее. Но это позже. Пока что начнем. Значит, небольшое напоминание. Мы с вами обсуждали, что вот есть решающие деревья, и это некая модель, которая состоит из кучи вершин. У каждой вершины либо ноль потомков, либо два потомка. Потомки – это то, что вниз как бы от вершины торчит. В каждой вершине внутренней мы проверяем некоторый предикат, проверяем условия. Ну, вот тут на слайде дерево для проверки того, какую оценку студенту поставить на экзамене. Мы это с вами подробно проговаривали в тот раз. Ну и вот, например, в самой верхней вершине, в корневой вершине, мы проверяем, знает ли студент, что такое модель линейной регрессии. А в листовых вершинах, то есть тех, у которых нет потомков, у нас записаны ответы. Записан прогноз, который выдает дерево. Я вот не знаю, вопрос «модель чего?» Это вы меня стебете или это правда вопрос? Если правда, не знаю, плюс напишите. Хорошо. Ну, типа, модель в машинном обучении – это какая-то функция, которой мы на вход даем признаки, она нам что-нибудь прогнозирует. Вот, вот это, значит, модель. А, в смысле, модель, что такое линейная регрессия, млант, хорошо, я бы понял. Ну, вам сейчас на рек ответить. Вот. Ну, значит, настоящее дерево, скажем, для двумерной выборки может выглядеть как-то так. Так. Тоже видно, что здесь вершины, либо два потомка, либо ноль. Ну, и слева нарисовано, как выглядит разделяющая поверхность для такого дерева. Тоже мы это с вами обсуждали. Ну, и напомню про предикаты. Мы с вами обсуждали, что хорошо бы нам научиться разделять верхнюю ситуацию, когда мы разбили вершину на две, и, в принципе, стало хорошо. В правой вершине у нас объект только одного класса, то есть вообще там можно дальше не разбивать ничего. В левой у нас объекты двух классов, а не трех. Тоже это хорошо. Ну, и типа это здорово. А нижний вариант разбиения, он плохой. В нижнем варианте у нас слева и справа равномерное распределение по классам, и это не очень хорошо, потому что мы не приблизились к тому, чтобы у нас в каждой вершине был свой класс. И вот мы обсуждали, что различать хорошие вершины и плохие можно с помощью, например, энтропии. Энтропия, напомню, это некоторая мера хаотичности, некоторая мера того, насколько в вершине перемешаны объекты разных классов. Если P-ИТ, простите, если P-ИТ, это доля объектов ИТ-ого класса в моей текущей вершине, то энтропию мы считаем как сумму по всем классам P-ИТ-ого на двоичный логарифм P-ИТ-ого. Ну, мы обсуждали, что по-английски это называется impurity. Вот, как бы, есть такой способ. Ну, и дальше что мы будем делать, чтобы сравнить, чтобы посчитать качество разбиения какого-то. Вот мы, например, взяли и разбили вот такие шесть вершин, шесть объектов, которые слева нарисованы, на вот такие две вершины, каждые по три объекта. Мы можем посчитать разницу между хаотичностью в исходной вершине и хаотичностями в дочерних вершинах. Ну, вот, в базовом варианте это может выглядеть вот так, как внизу на слайде написано. Это у нас H-ATR, это хаотичность как раз-таки в родительской вершине, энтропия, например, в ней. H-ATRL, это энтропия в левой дочерней вершине. H-ATRR, энтропия в правой дочерней вершине. Ну, и еще мы обсуждали, что это не лучший вариант. Лучше вот так считать. Лучше еще хаотичность, impurity, умножать на долю объектов, которые попали в левое или в правое под дерево. Чтобы не было ситуации, когда мы один объект отщепили всего-навсего. Конечно, на вершине, куда пал один объект, у нас энтропия нулевая, но кого интересует вершина из одного объекта состоящего? Модель, построенная по одному объекту, не звучит, как какое-то обобщение. Это как если вы будете учиться там всегда по, не знаю, по одной точке, по одному примеру. Ну, для регрессии мы обсуждали, что дисперсию можно считать. Можно считать отклонение ответов в этой вершине от среднего ответа. Ну, ладно, это такое краткое напоминание. Если что-то еще нужно напомнить, тоже пишите, пожалуйста, в чат. Ну, а сейчас давайте поговорим, собственно, о том, как нам строить сами деревья. Ну, вообще, есть правильный, ладно, хорошо, нет, правильный и плохое слово. Есть лучший вариант того, как строить дерево. Можно просто перебрать все возможные решающие деревья, которых, как вы понимаете, довольно много, и выбрать среди них самое маленькое, то есть то, в котором меньше всего вершин, среди безошибочных, среди тех, которые не допускают ошибок. Это хороший вариант. Мы тогда вот реально построим дерево, которое маленькое, непереобученное, не допускает ошибок, вообще супер. Но есть проблема, что перебирать мы будем примерно вечность. Вот те из вас, кто изучал сложность вычислений, или там, может быть, дискретную математику, довольно далеко уже в ней зашел, возможно, слышали про понятие НП полной задачи. Вот напишите в чат, кто про такое слышал. Ну да, все, наверное, слышали про НП полной задачи в контексте, что там, если доказать, что П равно НП или П не равно НП, то там вам придет слава, деньги, вот все. Это правда, конечно. Никто не напишет что-нибудь про это? Что это такое? Задачи, которые можно решить за конкретную сложность. О, да. Вот, извините, тут пришел вопрос. Давайте я на него отвечу. Что означает, как бы, модуль, да, мощность R в знаменателе-моделях? Значит, смотрите, R я обозначаю родительскую вершину. Соответственно, мощность R – это сколько объектов у меня было в родительской вершине. Например, вот здесь у меня слева родительская вершина, которую я разбивал, и как раз-таки в ней шесть объектов. А RL – это количество объектов в левой дочерней вершине. Ну, вот здесь верхняя правая вершина – это как бы левая, в ней у меня два объекта. А в RR, в правой дочерней вершине, четыре объекта. Вот такой смысл. Да, значит, вот вы говорите про НПП-полные задачи. Вот, на самом деле, не совсем. Вот, как раз-таки, вот, не существует... Вот, смотрите, вот, утверждение, что для решения НПП-полных задач не существует эффективных алгоритмов решения, будет верно, если у меня как раз-таки будет доказано, что ПП не равно НП. А сейчас НП-полные задачи – это некоторый класс задач. Если вы решите хотя бы одну из них, то вы решите сразу все из них, потому что они все сводятся друг к другу. И на данный момент неизвестно для них никаких решений, кроме как, ну, там, перебором, по сути дела. Кроме как полным перебором. Вот. Вот. То есть такой интересный класс задач, которые все эквивалентные, они сводятся друг к другу, и при этом до сих пор не придумали, как их решать эффективно. Но и при этом не получилось доказать, что их невозможно решить эффективно. Не доказали. Вот П – это задачи, которые решаются за полиномиальное время. Которые решаются за какое-то, ну, более-менее разумное время. И вот пока не доказали, что П равно НП или П не равно НП. Это неизвестно. Вот. Да, ну и как бы более строгое определение, вот тут пишут, действительно, это там задачи, решения которых можно проверить за полиномиальное время. Да, это как бы такая тема тоже есть. Но я не специалист в теории сложности, поэтому я сейчас мог сказать какие-то вещи некорректно. Простите меня за это, пожалуйста. Окей. Так вот, короче, найти минимальное дерево, дерево минимального размера с минимальным числом ошибок – это НП-полная задача. Ее, скорее всего, будете решать очень долго. Поэтому, ну, нужно как-то оптимизировать здесь. И вот давайте пытаться это делать. Смотрите. Значит, мы уже научились с вами, когда есть какая-то конкретная вершина, выбирать лучший вариант, как разбить ее на две. Ну, возникает идея. Давайте жадно строить дерево. Давайте начнем со всей выборки. Разобьем ее на две части. Лучшим предикатом. Зафиксируем это разбиение. Больше не будем трогать никогда. Дальше мы каждую дочернюю вершину тоже разобьем. И вот так будем продолжать до того момента, пока не надоест. Или пока не будет выполнен некоторый критерий. Ну, вот тут надо поговорить про то, когда останавливать построение дерева. Я сейчас говорю так немножко быстро, потому что, ну, это теория скучная. Мы через пару слайдов буквально с вами возьмем прямо вот настоящую выборку и сами руками построим дерево с жадным алгоритмом. Вот там станет понятно, что это такое. Поэтому, если сейчас не очень понятно что-то, не переживайте, мы это скоро исправим. Скоро все будет хорошо. Значит, критерий останова. Что это такое? Это какой-то критерий, который нам будет говорить, в какой момент нужно останавливать построение дерева. Ну, вот тут написаны какие-то варианты. Например, мы можем прекратить построение дерева, если оно уже стало какой-то определенной глубиной. Например, можем сказать, что нас интересуют деревья глубиной, ну, или высотой, наверное, правильно говорить, да? Ну, почему тут по-английски depth? Ну, деревья, глубина. А, значит, к чему это я? Вот, можно ограничить глубину, например, 6, и сказать, что вот когда глубина 6 будет достигнута, все, мы останавливаемся. Можно ограничить количество листьев, сказать, что вот мы хотим дерево, в котором не больше, там, 50 листьев, и все. Можем ограничить число объектов в вершине. Можем сказать, что если в какой-то вершине оказалось 3 объекта или меньше, то все, останавливаемся. Вот, подсказывают, что глубина, потому что они под землю растут. Да, да, я согласен. Это правильное объяснение. Ну, и, в общем, много еще есть критериев, по которым можно понимать, что пора останавливаться. Их реально очень много, сейчас нет смысла все проговаривать. Просто я тут их указал, чтобы вы понимали, что вариантов много. Давайте обсудим сам алгоритм. Как я сказал, позже будет все на примере, но сейчас давайте как бы побудем людьми строгими, математичными, и сначала выпишем сам алгоритм. Жадный алгоритм строим следующим образом. Мы начинаем со всей выборки. Мы строим вершину корневую, обозначим ее R1, и в нее помещаем всю обучающую выборку. Вот видите, тут записано R1 равно X. Как бы я X обучающую выборку поместил в корень, в R1. И запускаю некоторую функцию сплитноут из этой первой вершины. Вот видите, один первый аргумент этой функции означает, что я запускаю для первой вершины, для корневой. R1 – это множество объектов, которые находятся в первой вершине. В моем случае это вся обучающая выборка. Продолжим. Как же выглядит функция сплитноут? Ну вот тут записано. Значит, смотрите. На вход ей подается номер вершины, который сейчас разбиваем. M и RM – множество объектов, которые в эту M-тую вершину попали. Если выполнен критерий останова, который мы выбрали как-то, то мы заканчиваем построение. Если, допустим, глубина максимальная достигнута, то дальше нет смысла продолжать. Если нет, то мы делаем разбиение. Мы на втором шаге ищем лучший предикат. Среди всех признаков G и всех порогов T мы выбираем тот, на котором вот этот мой критерий информативности минимален. Помните, мы обсуждали, что мы будем с вами минимизировать суммарную, ну скажем, энтропию или дисперсию в дочерних вершинах. Вот Q от RMGT – это как раз-таки суммарная энтропия в дочерних вершинах, которые получаются, если вершину M разбить по признаку G и порогу T. Дальше, когда предикат выбран, мы с его помощью разбиваем наши объекты. В левую, в левое дочернее поддерево, в RL мы отправляем такие объекты… Давайте я буду что-ли рисовать. Я вот испытываю некоторую потребность, чтобы рисовать на этом слайде. Значит, в левую дочернюю вершину мы отправляем такие пары объект-ответ XY из текущей вершины, из M, для которых житый признак меньше порога T. А в правое поддерево мы отправляем… Вот в правое поддерево. Мы отправляем такие пары объект-ответ, для которых житый признак больше или равен порога T. Ну, логично вроде бы. И дальше для этой левой и правой дочерних вершин запускаем ту же функцию splitNode. То есть это такая рекурсивная функция, как вы помните из курса программирования. Функция, которая вызывает сама себя рекурсивная. Ну, что я вам рассказываю, вы лучше меня знаете. Такой вот алгоритм. Давайте вам вопрос некоторый. Скажите, вот давайте на второй шаг посмотрим внимательно. Вот здесь я ищу лучший признак и лучший предикат. Понятно, что я здесь буду перебирать по всем признакам. Я буду пробовать каждый признак. Признаков у меня D штук, поэтому я D признаков должен буду перебрать. А вот скажите, а пороги какие перебирать? Какие у вас тут идеи? Из какого множества вообще T мне пробовать? Те значения, которых есть в выборке. Ну да, действительно. Мы просто возьмем для житого признака все значения, которые этот признак принимает в моей выборке и будем в качестве порогов пробовать все эти значения. все значения, которые признак принимает на моей выборке. Ну вот так. Так, вот Максим спрашивает, зачем мы в рекурсию передаем 1 L R. А, у вас вопрос, типа, почему мы передаем типа и L и R L, да, вот в этом вопрос. Ну это, короче, считаете моим заскоком таким. Ну типа R L – это множество объектов, а L – это как бы индекс вершины. То есть считаете, что L – это, если вы там пишете на питоне дерево, то L – это в некотором смысле указатель на эту вершину, а R L – это множество объектов, которые мы будем использовать при разбиении этой вершины. Ну на самом деле, это я заморочился, можно и не писать так. Это просто в знак того, что есть номер вершины, а есть объекты, которые в эту вершину попали, чтобы мы их разбили. Вот как-то так. Спрашивают, что такое порог. Сейчас нарисую. Смотрите, порог – это вот это вот T, и это значение, вот смотрите, вот предикаты, которые я беру в моих вершинах, индикатор того, что XGT меньше T. И вот T я называю порогом. То есть в этой вершине я потом буду брать JT признак и сравнивать его с T, с порогом. Если значение признака меньше порога, то у меня объект пойдет влево, а если больше порога, он пойдет вправо. То есть как бы T – это значение для признака, которое определяет, куда мне пойти, влево или вправо, в зависимости от того, чему равен признак на этом объекте. Так, сейчас мне нужно все это дело стереть. Вот. Ну, сейчас мы все поймем на примере. Но если какие-то вопросы есть, спросите еще, пожалуйста. Или если я не ответил на какие-то вопросы, тоже без проблем, спрашивайте еще, я готов десять раз объяснять заново. Это нормально совершенно. Вот тут анонимный слушатель спрашивает, можем ли мы по нескольким признакам строить пороги. Можем. Я в прошлый раз рассказывал, что есть предикаты более сложные, чем вот такие простейшие. на этот мер предикат может иметь вид индикатор того, что скалярное произведение всех признаков на какой-то вектор W меньше порога T. Но это не нужно. Даже с такими простейшими предикатами, как на слайде написано, мы можем построить очень сложное дерево. Поэтому нет смысла усуществить в себе жизнь и использовать более сложные предикаты. J — это признак. Да, J — это просто номер признака. Но, естественно, X житое — это значение этого житого признака на объекте X. Арина спрашивает, что делать из значения признака не числа? Сделать числами. Да, вот, собственно, мы с вами уже знаем один способ, как, допустим, категориальный признак превратить в числа — one-hot кодирования. А сегодня узнаем еще один способ. На самом деле есть деревья, в которых есть специальные предикаты для деревьев, рассчитанные на категориальные признаки, но там очень сложно все, и проще закодировать числами. Кирилл спрашивает, как работает поиск лучшего предиката в питоне. Вы имеете в виду, как перебор устроен или, в смысле, как самому написать? Можете уточнить? Пока Кирилл уточняет, Григорий спрашивает, когда считаем энтропию, мы для расчета используем долю объектов каждого класса. Получается, мы на каждом этапе видим, сколько у нас таких объектов. Ну, Григорий, да, да, конечно, мы же строим дерево на обучающей выборке, поэтому мы знаем эту выборку, мы знаем все объекты, мы знаем ответы на них, поэтому, конечно, мы можем посчитать долю объектов каждого класса. Да, да. Ну, энтропия используется только при построении, я замечу. То есть, когда мы применяем дерево, энтропия уже не нужна. Кирилл спрашивал, как написать выбор предиката. А, ну вы на семинарах это пройдете. В общем, всегда можете просить семинариста, вы там посмотрите на код, как дерево пишется вручную. Сразу предупреждаю, что это огромная боль, поэтому не уверен, что вы будете рады, что вы просили, но да. Андрей спрашивает, записываю ли я лекцию. А вам же должно рисоваться, что записываю. Ну, если не рисуется, да, да, я все записываю. Ну, вроде ответил. Ну, что, ну давайте, что мы с вами в теорию закопались какую-то. Давайте построим уже дерево сами. Значит, вот выборка, два признака, по оси x один признак, по оси y второй признак, два класса, синий-оранжевый. Будем строить дерево. Для этого давайте сначала спроецируем нашу выборку на оси. Вот на ось x спроецирую. Вот видите, у меня тут, например, какие-то объекты сливаются в одну точку, вот синие слева на оси x, справа тоже сливаются. Ну, вот как бы так выглядит проекция выборки на каждую из осей. Давайте искать лучший предикат. У меня два признака, первый и второй, поэтому мне нужно попробовать разбивать по первому признаку и по второму признаку. Начнем с первого. Вот, значит, первый признак здесь у меня. И у него, на самом деле, больше порогов. Но вот смотрите, в принципе, у меня нет никакого смысла разбивать, например, между оранжевыми точками. Вот у меня, видите, между там тремя и шестью идут, давайте рисовать буду тоже. Вот между тремя и шестью вот здесь, у меня идут оранжевые точки и мне нет смысла проводить разбиение вот так, потому что я только испорчу себе этим. У меня часть оранжевых пойдет к одному классу, часть к другому, я ошибок себе увеличу. Поэтому имеет смысл либо вот так разбивать, либо вот так разбивать. Вот у меня спрашивают, непонятно, как произошло такое разделение, так я же пока никак не разделил. Я нарисовал просто все возможные варианты, как можно разбить по этому признаку. Мы еще не выбрали лучшее из них. При этом... А, ну, кстати, я тут забыл, например, действительно вот такой вариант, но тоже его нужно попробовать. но просто я знаю, что он плохой, поэтому не будем его рассматривать. А так, да, по сути дела, я тут нарисовал все способы разбить мою выборку по первому признаку. Это ось Х. Да, это ось Х. Как перешли от двух осей к одной? Я пока рассматриваю только первую ось. Я взял первый признак и нарисовал значение моих объектов, значение первого признака у моих объектов. Про второй признак я пока что забыл. После этого мы то же самое проделаем со вторым признаком. Но пока что я забыл про второй, взял только первый и поместил все объекты на ось Х по тому, какое значение первый признак принимает на этих объектах. Вот, собственно, видите, вот тут как раз-таки по ось Х нарисовано значение первого признака на всех объектах. Итак, вот есть некоторые варианты того, как разбить по первому признаку. Давайте возьмем первый из них, посчитаем, хороший он или нет. Смотрите, если я разбиваю вот так, то у меня слева оказываются объекты только синие, то есть у меня слева все идеально, справа у меня оказывается, давайте посчитаем, 5 оранжевых объектов и 5 синих, то есть поровну. Получается, слева у меня распределение 1,0, у меня 100%, давайте я тоже буду рисовать здесь, у меня 100% объектов синего класса и 0% объектов оранжевого класса. энтропия равна нулю. Справа у меня распределение 1,2, 1,2, потому что поровну 5 оранжевых, 5 синих объектов, ну и мы, если почитать энтропию, получится 0,69. Дальше, у меня влево попало 3 из 13 объектов, всего у меня 13 объектов здесь. Получается, я должен взять энтропию левого под дерево с коэффициентом 3,13, энтропию правого под дерево с коэффициентом 10,13, потому что вправо у меня 10 объектов попали. Ну и получается 0,53. Запомнили это число. Так, вот тут все понятно, что я сделал. Если непонятно все еще, как я спроецировал на первый признак или на этом слайде что-то непонятно, спросите сейчас, чтобы все как бы было четенько. Как вы понимаете, я задаю вопросы и молчу, чтобы кофе попить просто, а то, когда я говорю, невозможно это сделать. Спрашивают, как мы энтропию посчитали. Ну что ж, давайте посчитаем вместе. Значит, смотрите, я напомню, сейчас я буду писать мышкой на слайде, это будет очень плохо. Я напомню, что энтропия это минус сумма по всем классам доли объектов и того класса умножить на логарифм Боже, мне стыдно за то, как я пишу. Мне кажется, в детских раскрасках лучше получается. На логарифм по и того. Вот. Значит, энтропия вот так пишется, вот так считается. Ну давайте как бы посчитаем для левого поддерева. Там у меня распределение 1,0. Подставляю сюда. Что у меня получается? Минус 1 умножить на логарифм единица минус 0 умножить на логарифм нуля. Ну логарифм вот 0 минус 0 минус 0 это 0. Вот так этот 0 получился. Давайте вот тут теперь посчитаем для правого поддерева. Что у меня тут? 0,5 на логарифм Извините, я уже не буду себя сдерживать, буду писать реально как ребенок. Значит, минус 0,5 на логарифм 0,5 минус 0,5 на логарифм 0,5 Вот. Ну, давайте я на телефоне посчитаю, чему равен логарифм 0,5. Вот. Да, кстати, вот хотя я писал вам во всех формулах, что в энтропии нужно двоичный логарифм считать, тут я, конечно же, опять забыл и считал натуральный логарифм. Ну, простите меня. Ну вот, логарифм 0,5 равен минус 0,6 9. Вот я в гугле сейчас посчитал просто. Ну вот, получается, что у меня минус 0,5 минус 0,5 ну, как бы логарифмы одинаковые, коэффициенты при них складываются, получается минус логарифм 0,5 минус логарифм 0,5 это 0,69 Такие дела. Спрашивают, принципиально ли по какому основанию брать логарифм. Нет, нет. От того, что я возьму логарифм по основанию 10 или 2 или там E или 100, у меня то разбиение, которое было лучше, будет оставаться лучшим. Поэтому нет. У меня как бы там пропорционально просто изменится энтропия на всех разбиениях. Да, вот Николай правильно в чат пишет, что с дворечным логарифмом хорошая интуиция. Да, я знаю, но это не мешает мне забывать ставить основание 2. еще раз прошу прощения за это. А еще вопросы какие-нибудь? Нет? Ну, хорошо. Так, ну, давайте тогда продолжим. Тут у меня 0,53 получилось, напомню. Давайте посчитаем, если я возьму другой порог, вот который сейчас нарисован. У меня здесь влево попадает 3 синих, 1 оранжевый объект, поэтому получается распределение 3 четверти, 1 четверть, 3 четверти синих, 1 четверть оранжевых и энтропия 0,56. Ну, вы можете проверить потом дома, хотя вы и так дома. Короче, можете проверить, что я правильно посчитал. Вправо попадает 5 синих, 4 оранжевых, получается распределение 5 девятых, 4 девятых. Ну, опять считаем по нашей формуле, получаем энтропию 0,65. Это больше, чем было на прошлом слайде, то есть вот этот порог хуже. Для такого порога снова посчитаем все, получим 0,62, ну и так далее. Забегая вперед, скажу, что лучше, чем 0,53 по первому признаку мы не получим. Вот запомнили, что пока что лучшая энтропия, которая была, лучший критерий информативности дает значение 0,53. Теперь давайте по второму признаку посчитаем. Это, собственно, значение второго признака, который встречается в моей выборке. Вот значение порога, в который мы будем перебирать. Давайте их перебирать. Смотрим вот на этот. Влево, точнее вниз, у меня попадает 4 синих объекта, там энтропия 0, вверх у меня попадает 4 синих и 5 оранжевых. Получается распределение 4 девятых, 5 девятых. Энтропия 0,69. Усредняю с коэффициентами, которые показывают, какая доля объектов попала в какую сторону, и получается средняя энтропия 0,47. Это меньше, чем было по первому признаку. То есть пока что вот это лучший вариант. Ну, посчитаем для такого разбиения. У меня получится 0,66 энтропия, то есть хуже. 0,53, если вот посередине разобью. Ну и короче, получается, что лучшее разбиение это вот, которое сейчас на слайде нарисовано. Когда я бью по второму признаку, по порогу один. Меньше энтропии нигде не будет. Замечательно. Строим такое дерево. Вот оно. Вот предикат мой. х2 меньше единицы. И вот нарисовано, как это разбиение пройдет. Вот видите, вот такая черная полоска пройдет, которая побьет мою выборку на две части. Спрашиваю, значит, определить тот способ разбиения можно только перебором. Да, да, совершенно верно. Я для этого примеры показываю как раз. Вот хорошо, что вы поняли. Да, в дереве мне придется для построения каждой вершины перебирать все признаки и все пороги. Все так. Ну, замечательно. Смотрите, у меня, значит, что выходит? У меня влево, в левую вершину попадают только синие объекты, поэтому тут нет смысла разбивать дальше. Все, тут у меня все здорово внизу, видите, только синие объекты. Я всю эту зону могу объявить синий. А справа вот пока все негладко. Справа у меня есть и синие и оранжевые, поэтому там еще нужно поработать. Так, Анна спрашивает, в итоге по оси х или по оси у появление разбиение? По оси у. Видите, у меня в моем предикате написано х2 меньше единицы по второму признаку. Второй признак по оси у меня откладывается. Получается, что, видите, у меня если по оси у объект ниже единицы, то я к синему классу отношу, если выше, то там дальше будем продолжать разбивать. Итак, получается, что левая вершина дочерняя листовая, мы ее дальше не разбиваем, все, на ней мы останавливаемся. Давайте на правую посмотрим теперь. Ну, забегая вперед, опять же скажу, что, ну, мы опять переберем тут все признаки, все пороги, и окажется, что лучший вариант с точки зрения энтропии, это разбить по первому признаку по порогу один. И вот видите, вот тут добавилась как раз такая вертикальная черта, которая будет соответствовать вот этому разбиению. О, мне тут сообщает Zoom, что кто-то поднял руку и опустил. Ну, ладно, но из чего поднимайте, я вам слово дам, можете высказаться. Так вот, значит, получается, что здесь, я разобью по почему число один, а не 0,9, спрашивают меня. Ну, я так захотел. Как бы просто, как мы обсуждали, можно разбивать по значениям признака в моей выборке обучающей, но вот тут я ставил пороги между значениями признаков, ну, типа, я тут решил, что это единица где-то. в х2 меньше 1, как мы поняли, что 1. Да, 1 – это значение на оси y. Я вот сейчас вам покажу. Я раньше, когда по оси y разбивали, я написал значение, и видите, вот нижнее разбиение соответствует значению 1. Это как бы единичка на этой оси. Вот отсюда 1 взялось. Так, Антон пишет, что интуитивно казалось, что осечь 3 красные по второму признаку будет лучше. 3 красные по второму признаку. А это как? Это типа вы имеете в виду вот так, да, видимо. Ну, вот, ну, вот, вот, вот Энтропия нам сообщила обратное. Тут же, как бы, все честно посчитали. Так вот, короче, дальше получится, что правильно разбить вот так. Ну, а как думаете, а где теперь нужно будет провести следующее разбиение для этой правой дочерней вершины, чтобы уже получить идеальную модель? Где у меня будет? Ну, вот правильно, в чате пишите отделить два синих. Да. Потом я разобью вот так, и у меня получится дерево, которое идеально решило задачу. Видите, у меня в каждой листовой вершине объекты одного класса. Круто. Ну, вот как бы такой алгоритм. Вот мы с вами разобрали жадный алгоритм. Кстати, а вот напишите в чат, почему он жадным называется, как думаете? Гриди по-английски. Потому что safe move. Живот. Ну да, действительно, потому что на каждом шаге мы берем лучший вариант на данный момент, и потом мы не меняем уже построенное дерево. Вот заметьте, когда мы строили, у нас не было опции в какой-то момент вернуться и сказать, знаете, что-то мы в корне как-то плохо разбили, надо было вот не по второму признаку разбивать, а по первому и по другому порогу. Такой опции нет. Как только мы построили корневую вершину, мы больше никогда не будем к ней возвращаться. Ну вот как бы так. А, я понял. Вот мне говорят, что на втором шаге было логичнее типа вот так провести. Сейчас нарисую. Типа почему мы на втором шаге вместо вот этих вот разбиений не разбили вот так? Ну вот я вроде считал, у меня получалось, что вот этот вариант лучше. Может быть я вам наврал, но по-моему все-таки я правильно нарисовал. Но я согласен, это тоже логично было бы. Так, ну ладно. Давайте я пойду потихоньку дальше. Если у вас какие-то вопросы еще остались, задайте их, пожалуйста. а вот мои коллеги вам ответят на вопросы в коэнде или в чате. Я обещал вам рассказать про работу с категориальными признаками. Давайте поговорим про это. Ну вот мы с вами знаем уже такой вариант для построения, для обработки категориальных признаков, который называется one-hot кодирование. Значит, что это такое? Вот у меня есть какой-нибудь категориальный признак. Напомню, категориальный признак это признак, значение которого это не числа. С ними нельзя выполнять арифметические операции, их нельзя сравнивать между собой. Нельзя сказать, что одно значение признака больше или меньше другого. Такая вот особенность. Значит, допустим, у меня есть какой-то признак, который принимает значение из множества u, u1 и так далее, u, m, m возможных значений. Ну, например, это может быть там город, откуда человек. Вполне себе категориальный признак, вот у него там m значений. И мы с вами обсуждали вариант кодирования, который называется one-hot. Мы вместо категориального признака делаем m бинарных признаков, каждый из которых это индикатор того, что мой категориальный признак принял конкретное значение. Ну, вот, например, первый признак это индикатор того, что у меня на этом объекте категориальный признак равен u1. Допустим, u1 это Москва, вот получается это индикатор того, что у меня этот человек из Москвы. Там u2 это может быть Питер. Ну и так далее. Ну, на примере давайте. Значит, допустим, у меня признак категориальный это район, откуда данный человек, где он живет. И у меня тут три варианта. ЦАО, центральный округ, южный округ и северный округ. Три значения принимает категориальный признак, значит, у меня будет три новых признака, три бинарных признака. Вот они у меня есть по столбцам нарисованы. Столбец ЦАО, ЮАО, ЦАО. Спрашивают, это то же самое, что фиктивные переменные. Ну, то, что по-английски дамми, да, называется. Дамми энходин. Да, да, это то же самое. Давайте кодировать. Вот у меня первый объект. У него значение категориального признака равно ЦАО. Это человек из центрального округа. Ну, отлично. Значит, у него первый признак будет равен единице, потому что он из ЦАО реально. Второй будет равен нулю, третий нулю. И вот, например, последний объект, он из южного округа. Первый признак равен нулю, потому что он не из центрального. Второй равен единице, потому что он из южного действительно. Третий нулю, потому что он не из северного. О, вот тут интересный вопрос. Значит, пишут, что встречали определение категориального признака, где говорилось, что множество его значений должно быть конечным. Насколько это сильный критерий? Что будет, если множество возможных значений не будет конечным, как, например, ID? Слушайте, ну вы поднимаете философский вопрос. Вообще говоря, в нашем физическом мире нет ничего бесконечного. Ну, типа, вот множество ID. Ну, там, множество ID, которые могут появиться в нашем сервисе, оно, понятно, что тоже конечное. Оно ограничено количеством там чисел, которые вы можете сохранить в памяти компьютера. Оно ограничено там, не знаю, числом атомов во Вселенной. Ну, вот таким. Поэтому все еще ID подпадает сюда. Если вы говорите про другое немножко, возможно, вы имеете в виду, что у нас на тестовой выборке не должны встречаться новые значения категориального признака. Типа, что вот только те ID-шники, которые мы видели на обучении, только они могут встречаться в тесте. Нет, такого требования нет. Конечно, в тестовой выборке наш категориальный признак может принять какие-то новые значения. Это вполне допускается. Хороший вопрос. Спасибо. Люблю сложные вопросы. Так вот, короче, такое кодирование получается, ну, ничего сложного. Но у него есть большая проблема, что для того, чтобы закодировать категориальный признак с, ну, скажем, миллионом значений, мне понадобится миллион бинарных признаков. Это довольно много. Поэтому есть другой подход, который, ну, более сложный, но при этом более эффективный и более интересный. Смотрите, давайте рассмотрим рассмотрим вот такую выборку. Тот же категориальный признак, те же значения, но рассмотрим вместе с ценой. Вот у меня, значит, во втором столбце нарисовано значение целевой переменной цены. Скажите, вы видите какие-то связи между признаками и ценой? Можете что-то сказать про эти вот округи? В центральном округе цена выше. ЦАО самый дорогой. Да, совершенно верно пишете. Ну, то есть смотрите, получается, что, ну, вообще, сами категориальные признаки не очень важны. Важнее другое. Важнее, что в каждом признаке своя средняя цена. В центральном округе средняя цена высокая. Там квартира за 10, за 9 миллионов. В южном округе самые дешевые квартиры. Вот тут в чате уже про Бутова пошли шутки. Спасибо, что за меня это сделали. Я не хотел сам их озвучивать. В южном округе самые дешевые квартиры, 4,5 миллионов. В северном округе, ну, средняя за 7 миллионов. Возникает идея. А что, если мы закодируем категориальный признак, закодируем каждую категорию средней целевой переменной в этой категории? Давайте так сделаем. Такой подход, вот мне нравится называть его счетчиками. По-английски он называется MinTargetEncoding, типа кодирование средним таргетом. Давайте смотреть. Итак, у меня, допустим, есть какой-то категориальный признак, опять житый признак категориальный. Он принимает m значений, u1 и так далее, u, m. Давайте посчитаем для начала все категории. Посчитаем для каждой категории, для каждой, там, уитой, сколько раз она встречается в моей обучающей выборке. Ну, давайте, я буду писать. Значит, через count от жи и уп я обозначу, сколько раз в житом признаке встречается значение категории уп. Например, если уп это, допустим, центральный автономный округ, то у меня count для него будет показывать, сколько у меня квартир из центрального автономного округа. Ну, замечательно. Давайте, значит, как посчитаем это. Просто просуммируем по всем объектам индикаторы того, что на итом объекте житый признак равен уп. Ну, максимально просто все. Дальше. Давайте посчитаем что-то, связанное с целевой переменной. Значит, если мы имеем дело с задачей регрессии, мы будем делать вот что. Мы посчитаем таргет опять же для житого признака и категории уп. Что это будет такое? Мы опять суммируем по всем объектам обучающей выборки. Смотрим на индикатор того, что на итом объекте житый признак, то есть категориальный признак мой, равен уп. И еще я это дело умножаю назначение ответа на итом объекте. То есть, по сути, вот здесь, в этой сумме, я просуммирую ответы на всех объектах, у которых житый признак равен уп. Например, если уп – это цао, то здесь я просуммирую ответы, просуммирую цены всех квартир из центрального округа. Такой вот смысл. Ну, а в случае с классификацией я немножко по-другому поступлю. Тут тоже сумма по всем объектам, тоже индикатор того, так, вот там, так, ну я попрошу моих коллег там пока в чате поотвечать, а то я слишком занят рисованием на слайдах, простите, слишком увлекательно, увлекательно, чем на ваши вопросы отвечать. Значит, я тут суммирую опять по всем объектам, беру индикатор того, что у меня значение житого признака на этом объекте равно УП, и умножаю на индикатор того, что у меня и ты объект относится к катому классу. Вот, собственно, видите, у меня вот тут считается таргет уже не один, а их к штук считается. Для каждого класса я считаю свой таргет. таргет ката от ЖУП это то, сколько раз у меня среди объектов из, допустим, ЦАО встречается класс номер К. Так, ладно, все, я закончил рисовать, давайте на вопросы поотвечаем. Так, значит, спрашивают, не нужно ли усреднять таргет. Нужно, и мы это сделаем на следующем слайде. На примере формулы мы это сделаем, конечно, сейчас. В чем содержательный смысл каунт? Значит, каунт показывает, сколько раз, допустим, у меня, посмотрите, каунт считается для житого признака, это признак, допустим, округ, и для конкретного значения этого признака, УП. Допустим, УП это ЦАО. Тогда каунт от ЦАО показывает, сколько раз в моей выборке встретились квартиры из ЦАО. Сколько раз встретились квартиры, у которых значение признака округ равно ЦАО. Просто считаю, сколько раз каждый категориальный признак встречается в моей выборке. Сейчас я вам что обозначало Y и Т. Y и Т это правильный ответ, целевая переменная на ИТом объекте, обучающий выборки. Да, Нарек, извините, пожалуйста, я не сдержался. Больше не буду ваш хлеб отбирать, не буду отвечать в чате. Итак, вы пришли к своим формулам. До этого мы считали вспомогательные величины. Что я теперь буду делать? Я буду считать для сдачи регрессии просто средний ответ. Видите, я target делю на count. Target – это суммарный ответ на всех квартирах из ЦАО, например. count – это число квартир из ЦАО. Делю суммарный ответ на их число, получаю среднюю цену на квартирах из ЦАО. Вот, Нарек, у вас там еще один шанс в чате произвести совершательный диалог. Не пропустите, а то я сейчас тоже не сдержусь и отвечу. Для классификации я буду кодировать мой категориальный признак не одним, а к новыми числовыми признаками. Первый из них – это доля объектов первого класса среди всех квартир из ЦАО, например. Ой, да, я только сейчас заметил, что действительно, многие пишут вопросы только панелистам. Да, пожалуйста, когда отправляете вопросы, выбирайте, что вы отправляете всем, а не только ведущим. Всем интересно почитать, что вы спрашиваете. Так вот, значит, я буду кодировать в случае классификации К признаками. Первый будет говорить, долю объектов из ЦАО, которые к первому классу относятся, второй долю объектов из ЦАО, которые ко второму классу относятся, ну и так далее. Давайте разберем, на примере нашей задачи. Просто вот посчитаем по-честному. Сейчас я опять буду писать на слайде своим убогим почерком. Приготовьтесь. Так, значит, смотрите. Для ЦАО, давайте посчитаем. Напомню, что для каждого значения категориального признака я считал я считал и target. И у меня признаки ЦАО, ЮАО и САО. Ну давайте вместе считать. Чему будет равен каунт для ЦАО? Пишите всем в чат, пожалуйста. Двум. Да? ЦАО у меня два раза встречается. Вот один раз, вот второй. Для ЮАО, простите за тупые вопросы, но нам нужно взаимодействовать как-то. Для Южного округа посчитайте каунт два, правильно. И для Северного округа один. Хорошо. Теперь посчитайте таргет для Центрального округа. Чему он будет равен? 19 миллионов. Да. Таргет – это сумма значений целевой переменной для всех квартир Центрального округа. То есть 10 плюс 9 – 19 миллионов. Для Южного округа сколько будет? 9. Для Северного, ну уж за вас посчитаю, 7. Вот. Ну и что? Дальше, чтобы посчитать, собственно, счетчик, чтобы посчитать минтаргет энкодинг. Дмитрий, да вижу я, что я не ответил про лейбл энкодинг. Я отвечу, не переживайте, я помню. Дай тебе мысль закончу просто. А, на Рок ответил. Ну вот тогда. Ну я все равно посмотрю. Да, вот Илья правильно пишет вопрос, и можно пить кофе. все так. Так вот, смотрите, чтобы посчитать в итоге счетчик для надмерцентрального округа, мне нужно таргет поделить на аккаунт. То есть, значение моего нового признака для ЦАО будет равно 19 пополам, 9,5 миллионов. Вот я подставляю. 9,5 миллионов, 9,5 миллионов. Новое кодирование. Для ЮАО, давайте сделаем вид, что вы не видите, что написано в столбце счетчик. Чему будет равен счетчик для Южного округа? Да, для Южного округа счетчик 9 поделить на 2 4,5 миллиона. Вот тут записано. Для Северного округа это будет 7 поделить на 1 7 миллионов. Вот как бы у меня такие значения счетчиков. Ладно, Дмитрий там что-то спрашивал про лейбл энкодинг. Давайте, раз уж просили. Почему для дерева не подходит типа ванхот энкодинг? Ну, Нарек правильно сказал, это просто разные способы. Ну, кстати, а вот как, давайте вместе подумаем. А вот вернемся к ванхот кодированию. Когда я кодирую мой катериальный признак бинарными признаками, которых столько, сколько у меня категорий. Чем это может быть плохо для дерева? Как думаете? Есть идеи какие-нибудь? Михаил пишет проклятие размера. А что вы понимаете под проклятием размерности? Вот, 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 Нарек правильно ответил. Все, все ставим плюс Нареку в чат. Слишком много вариантов. Конечно. Допустим, у меня там какой-нибудь признак ID, да, у которого миллион вариантов. Я его ванхот кодировании закодирую миллионом новых признаков. До дерева не все... Вам придется миллион вариантов перебирать, когда мы дерево будет стоить. Помните, мы когда дерево строим, мы перебираем все признаки. Вам придется миллион признаков для каждой вершины перебирать. Да вы с ума сойдете это делать. Поэтому это вот хорошо. Да, спасибо, что Нарека поддерживаете. В чате это правильно. Так вот, давайте заметим некоторую проблему, связанную со счетчиками. Это классный способ кодировать признаки. Но, как бы, смотрите, вот видите, Северный округ. У меня всего один пример из этого округа. И у меня в итоге мой признак содержит в себе напрямую значение целевой переменной. У меня просто 7 миллионов целевой переменной переехали в признак. И, вообще говоря, модель, возможно, задумается при обучении. Типа, есть признак счетчик, и там, кажется, иногда записано значение ответа. Почему бы мне не все время брать это значение признака и выдавать как ответ? Почему бы не забить на все остальные признаки? Это плохо. Вот то, что происходит здесь, называется утечкой целевой переменной. У меня появляется признак, в котором иногда записан правильный ответ. Это чит какой-то. И я не хочу, чтобы модель к этому привыкала. Вот давайте как-то с этим разбираться. Ой, сейчас я сотру. Есть несколько вариантов, как помешать моей модели научиться просто выдавать ответы с счетчиком. Как заставить модель все-таки обобщать как-то, как побороться с переобучением. Первый вариант это добавить шум. Давайте просто к каждому значению счетчика прибавлю какое-нибудь случайное число. И в итоге получится признак, как написано на этом слайде. Так, просят еще раз про утечку целевой переменной. Давайте скажу, действительно, это сложный вариант, сложная тема. Значит, смотрите, у меня получается, что если какой-то категориальный признак встречается один раз, то вот как в случае с северным округом, то у меня просто в счетчике, в моем признаке оказывается значение целевой переменной. И в принципе у меня может получиться, что модель заметит это и будет считать, что просто можно выдавать значение моего признака. Модель будет уплевывать незначение счетчика в качестве ответа. У меня может модель выучиться вида а от х равно счетчик. и не будет использовать другие признаки, хотя понятно, что другие признаки использовать надо. Ну и в целом, видите, что этот счетчик слишком сильно коррелирует с ценой. В принципе, я могу просто не использовать другие признаки, выдавать все время значение счетчика, и будет получаться неплохое качество. И вот мне как-то нужно этот признак подпортить немножко, чтобы модель не только его использовала, потому что вот здесь я по сути переписал значение целевых переменных в счетчике. Мне как-то хочется это ослабить. Чтобы это сделать, я могу либо добавить шум, например, в счетчике. И видите, и вот здесь счетчики уже меньше коррелируют с ценой. Например, значение счетчика на северном округе уже не равно цене. То есть тут утечки особо нет. Спрашивают, из какого интервала нужно брать шум. У меня нет готовой рекомендации. Это гиперпараметр, дисперсия шума, и нужно подбирать дисперсию так, чтобы у меня на тесте качество как можно лучше получалось. Второй вариант это добавление так называемых априорных величин в счетчике. Вот видите, у меня тут формула внизу записана. Тут А и Б. И вот по сути дела, то, что я прибавляю А к числителю и Б к знаменателю означает, что я как бы считаю, что у меня Б объектов каких-то эффективных этой категории и из них А, и их суммарный ответ равен А. То есть, я как бы добавляю какие-то эффективные объекты, делаю вид, что у меня больше значений этой категории, больше объектов этой категории. И это тоже может помочь бороться с переобучением, но это эвристика чистая. Еще один вариант следующий, такой довольно сложный. Сейчас я вас нагружу окончательно, но, в принципе, если что, спойлер, у этого первого варианта достаточно. Но для тех, кому мало, вот давайте третий вариант. Значит, смотрите, я могу разбить мою выборку на, допустим, три блока, как при кросс-валидации, посчитать каунт и таргет по первым двум блокам, на основе этого посчитать счетчики для третьего блока. То есть, получится, видите, что у меня объекты третьего блока не участвуют при подсчете таргета и каунта. То есть, тут тоже утечки не будет. Ну и так далее. На втором, третьем посчитать, в первый записать счетчики, на первом и третьем посчитать, во второй записать счетчики. Короче, вот такой есть подход. MinTargetEncoding, кодирование это еще один вариант кодирования категориальных признаков. Когда я категориальный признак, кодирую средним значением целевой переменной при таком значении категории. И это хороший вариант. Реально, он круто работает, его часто используют. На Кегле он часто жжет в соревнованиях, где есть категориальные признаки. Поэтому советую обратить внимание, помнить про это. Еще раз про кросс-валидацию. Давайте повторю. Значит, смотрите. Идея такая. Бью выборку на три блока. На первых двух блоках считаю каунт и таргет. То есть, считаю, сколько раз каждая категория встречается, считаю суммарную целевую переменную по каждой категории. Для третьего блока я считаю мой новый признак числовой, это кодирование, используя таргеты и каунты с первых двух блоков. То есть, получается, что то, какие у меня целевые перемены в третьем блоке не участвуют при подсчете этих новых признаков. Только с первого и второго. Ну и вот, как бы так я проделываю для каждого блока. Как прикрос валидации преобразовывать счетчики в тестовой выборке? Для тестовой выборки я считаю каунты таргет уже по всей обучающей выборке и это используют для теста. Так это работает. Ну вот. Слушайте, я вам обещал рассказать про композиции, но если честно, что-то мы немножко с вами затянули и, наверное, нет смысла сейчас начинать уже эту тему. Поэтому я бы предложил сейчас остановиться, ответить на ваши вопросы, а в следующий раз уже начнем. У меня будет еще один повод вам написать в канал, что у нас будут теперь центральные темы. Мы пока не добрались до них. Сдавайте вопросы. Так вот, Дарья подняла руку. Давайте я вам дам слово, можете задать вопрос. Ну, если хотите, если вы для этого поднимали руку, если что, вы можете включить микрофон и сказать. Видимо, не хотите. ну ладно. Да, но если что, реально, у вас возможность поднять руку, это означает, что вы хотите сказать, пожалуйста, я не против, чтобы высказались. Так, значит, Григорий просит про метод при классификации. Ну, давайте расскажу. Простите, что я в конце вас нагрузил, но это такая вот тема, которую нельзя просто рассказать. При классификации, смотрите, при классификации я буду кодировать мой катериальный признак К числовыми, где К и числовой признак, где И не знаю, Житый числовой признак показывает долю объектов этого класса среди этой категории. Ну, давайте я что ли, не знаю, пример какой-нибудь, хотя что-то мне так лень писать. Ладно, давайте, у нас есть немного времени, давайте это сделаем. Я сейчас возьму планшет и вам с планшета нормально нарисую пример сюда. Мне очень нравится с него рисовать, просто извините за это. Так. сейчас я выдам себе права. техническими вопросами. давайте поотвечаю на другие ваши вопросы. в итоге кодирование получается столбец с названиями районов мы заменяем на столбец счетчиков. Да, совершенно верно. Мы столбец с категориями заменяем на столбец с счетчиками. вопрос про градиентный спуск. При обычном градиентном спуске критерия основа маленькая норма изменения весов, маленькая норма градиента. Можно ли такие критерии использовать для СГД? Как в СГД понять, что можно остановить обучение? Смотрите, в принципе в СГД я видел и использовал обычные критерии основа, они работают нормально. Мы останавливаемся, только единственное, это можно чуть усложнить. Если мы на одном шаге особо не поменяли веса или градиент маленький, это ничего не значит. Но если последние 10 или 20 шагов у нас не меняется значение функционала или все последние 20 шагов у меня градиент был маленький, это уже показатель. Поэтому да, в СГД правильнее смотреть на среднее значение какого-то критерия по последним скольким-то шагам. Собственно, действительно, у Воронцова в лекциях написано правильно. Мы считаем такое в некотором смысле усредненное значение функционала или градиента по последним шагам и его проверяем, оно маленькое или большое у меня. Вот какой-то такой вариант. О, отлично. Значит, у меня тут заработал планшет. Сейчас я вам такое покажу. Короче, смотрите. Допустим, у меня мы сейчас про классификацию поговорим. Допустим, у меня вот та же самая выборка ТСАО, там ЮАО, снова ТСАО, снова ЮАО. Да, это с iPad, если что, подключился и пишу стилусом. Очень удобно. Я вот на следующем курсе Майнер Атак лекции все читаю, потому что мне лень слайды делать. Но с слайдами прикольнее, конечно, картинки можно вставлять. ЮАО и САО. И, допустим, у меня теперь классификация. Я решаю задачу классификации на три, ну ладно, пусть будет на два класса. Значит, допустим, у меня вот этот объект из САО относится к первому классу, из ЮАО вот этот к минус первому, вот этот к первому, этот к плюс первому, и этот к минус первому. Тогда я считаю следующим образом. Значит, давайте посчитаем, собственно, каунты для каждого значения категориального признака. Блин, у меня все слетело, что ли? Ну вот, что-то у нас нам с вами не везет сегодня. Ну ладно, я все помню. А нет, все вернулось. Ладно. Значит, ЮАО, САО. Значит, для ЦАО у меня каунты такие. ЦАО 2, ЮАО 2, САО 1. Дальше. Сколько раз у меня встречается положительный объект среди ЦАО? Положительных объектов у меня 2 на ЦАО, 1 на ЮАО, 0 на северном округе. Сколько раз встречается отрицательный объект. 0 раз для ЦАО, для Южного округа 1 раз, для Северного 1. Ну и получается, что я кодирую теперь мои объекты, мой катериальный признак двумя новыми столбцами. это доля объектов положительного среди этой категории, доля объектов отрицательного класса. Для ЦАО у меня доля положительных объектов 100%, отрицательных 0, для Южного округа пополам 0,5, 0,5, для Центрального 1,0, для Южного 0,5, 0,5, для Северного 0,1. Ну вот я по-быстрому так накидал, ну вот идея такая. Так, что-то вы там какой-то вопрос задаете. Почему так? Что не делается? Как не делается? Почему я не рисую стилусом на планшете? Ну, как-то, слушайте, я пока не научился удобно это делать, но я экспериментирую. Возможно, в следующий раз у нас будут еще более высокие технологии, я реально буду с планшета показывать слайды и там же рисовать. Но пока что-то тяжкое. Хочется посмотреть онлайн-курс на Курсере, а который? Напишите, который. Когда будем использовать тестовую выборку, мы не можем знать, заранее, к кому классу относятся. Нет, смотрите, для тестовую выборки вот пришел новый объект, мы знаем, что он из ЦАО. Мы не знаем ответ на нем, но у нас уже посчитаны счетчики, и мы закодируем его как 1.0, потому что мы знаем, что на обучающей выборке все объекты из ЦАО были из положительного класса. Ну вот так. если вы хотите доступа к каким-то онлайн-курсам, пишите мне в личку, я попробую организовать вам, если что. Так, ну ладно, хорошо. Давайте тогда на этом, видимо, закончим. Всем спасибо, я пришлю вам ссылку на видео, в следующий раз уже поговорим точно про композиции. Все, всем хорошего дня. Спасибо. 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 Продолжение следует...